Новейшие роботы, изобретения и технологии будущего, за которыми стоит следить в 2021 году. Всё самое интересное из мира высоких технологий в одном выпуске. Первым открытием этого года стали домашние роботы Samsung. Умный и ловкий бот Handy может определять, из какого материала сделан предмет, чтобы рассчитать силу, необходимую для манипуляции с ним. Робот может собирать бельё, загружать посудомоечную машину, накрывать стол, наливать вино и даже приносить вам напитки. За распознавание объектов отвечают камеры на голове и конечности робота. За манипуляции единственная роборука, которая может поворачиваться в трёх точках, по сути, в плече, локте и запястье. Заканчивается рука универсальным хватом, работающим с предметами разного размера и формы. Робот может перемещаться по комнате на платформе, поворачиваться из стороны в сторону и подниматься, чтобы достигать более высоких объектов. А для повседневной уборки Samsung представил робота JetBot 90 AI+. Это вакуумный пылесос, который использует лидар и 3D-датчик, чтобы убрать поближе к мебели и детским игрушкам, но подальше от вас и какашек домашних животных. Внутреннюю камеру JetBot можно использовать для наблюдения за домашними животными. Недавно реальностью стал проект футуристической роботизированной кухни Molly Robotics. Не такая футуристичная, как в концепте, робокухня уже вполне функциональна. Система продаётся вместе с мебелью и посудой, так как всё адаптировано под оптимальную работу роборук на базе проверенных промышленных манипуляторов. Специально разработанный захват способен не только использовать лопатки и половники, но и, например, разбить яйца, использовать блендер или включить кран с водой. Ингредиенты робот берёт из подготовленных человеком контейнеров. Но дальше весь процесс готовки полностью автоматизирован. Робота обучали при помощи фиксации камерами процесса приготовления и его словесного описания. Разбивка рецепта на простые шаги, такие как помешать, перевернуть, посолить, позволяет достаточно легко учить робота новым блюдам. На сегодня это элитная мебель стоимостью 25 миллионов рублей, но в будущем, как заверяет компания, она станет более доступной. Свой вариант домашних роботов не так давно показал исследовательский институт Тойота. Инженеры компаний пытаются решить две задачи. Обучить роботов выполнять повседневные задачи по дому и преодолеть ограничения, которые накладывает непредсказуемая среда каждого индивидуального дома. Последнюю задачу отчасти решает новый робот Тойота, свисающий с потолка. Но его вряд ли удастся внедрить в существующие скромные по размерам японские жилища. Скорее, это разработки для будущих домов и квартир. О технологиях, используемых в роботах, Тойота не распространяется, зато недавно показала свою новую лабораторию, созданную для тестирования роботов. Китайский институт промышленных технологий представил в этом году Dual Arm Robot System — роботизированную систему с двумя руками. Общее количество суставов составляет 29 штук. Ловкие руки с пятью пальцами с семью степенями свободы легко манипулируют объектами разной формы и размера. При этом сами они изготовлены из композитного материала, что делает робота лёгким, но прочным. В этом году Agility Robotics серьёзно обновили своего гуманоидного робота-курьера Digit, сделав его полностью самостоятельным. Нужно всего лишь указать роботу маршрут или конечную точку, и он сам пойдёт куда надо, обходя препятствия. Digit — первый в мире коммерчески гуманоидный робот на двух ногах. Цена его неизвестна, но, по слухам, в ней шесть цифр. Робот может поднимать грузы весом до 18 килограммов, аккуратно обходить людей и взаимодействовать с другими роботами. Основным покупателем Digit сегодня является Ford. Компания планирует использовать робота для доставки в связке со своим беспилотным автомобилем. Для сканирования окружающего пространства и быстрого обнаружения препятствий робот использует лидар и несколько камер, установленных на торсе. От гуманоидных роботов перейдём к четвероногим. Нового и довольно необычного робопса в этом году представила компания Tencent. Робот-собака Max использует оригинальную схему соединения ног и колёс от Tencent Robotics X Lab, что позволяет ему как ходить на четырёх ногах, так и ездить на колёсах со скоростью 25 километров в час. Программная и аппаратная платформа Tencent позволяет роботу реагировать на окружение и контролировать собственное равновесие, а также планировать действия с задержкой расчётов всего в 0,3 миллисекунды. Также робот умеет вставать после падения. Еще одной новинкой стала китайская копия робота-собаки Boston Dynamics. Компания Valiant представила робота AlphaDog, способного передвигаться со скоростью до 1 километра в час, двигаться десятью походками и переносить груз до 5 килограммов. Робот способен передвигаться автономно, избегая препятствий, сохранять равновесие, подниматься после падения и, по заявлению производителя, выполнять ряд задач с помощью искусственного интеллекта. Например, служить поводырем для слепых, охранять дома или патрулировать территорию парка. Уже продано порядка двух тысяч экземпляров по цене чуть менее двух с половиной тысяч долларов. Сама Boston Dynamics в этом году тоже представила пару новинок, а именно совершенно нового робота для склада Stretch и обновленную версию робота Spot с невероятно ловкой и умной роборукой. Подробнее о них мы рассказывали в выпуске про всех роботов-компании, которые можно посмотреть по ссылке в подсказке и описании видео. Необычной четырехногой новинкой года стал робот-курьер для труднодоступных и удаленных мест Tiger X1 от Hyundai. Робот забрасывается в нужный район дроном, а дальше едет на колесах и при необходимости поднимается на ноги, чтобы перешагнуть через препятствия. Верх робота легко заменить на холодильник или обычный бокс. У робота пока есть только прототип, но, судя по всему, Hyundai настроена серьезно и планирует довести разработку декоммерческой версии. Не могли мы не упомянуть и главного героя этого года марсианский дрон Ingenuity. Хотя это и не совсем робот, аппарат открыл новую веху в истории изучения других планет и однозначно стоит упоминания. Марсалет уже совершил четыре автономных полета в разреженной атмосфере Красной планеты и плотность которой составляет всего 1% от земной. Он не оснащен никакими научными приборами, кроме лазерного высотомера, гиростабилизатора и видеокамер. Одна камера отвечает за навигацию, то есть определение местоположения направления движения и скорости, а вторая камера цветная, 13 мегапикселей. Она позволит делать снимки поверхности Марса. Связь вертолета с Землей осуществляется через марсоход. Масса Ingenuity на Земле составляет килограмм 800 граммов, а на Марсе около 0,7 килограмма. Вертолет поднимается в воздух с помощью двух винтов длиной 1,2 метра, каждый и весом всего 35 граммов. Они изготовлены из углеродного волокна и покрыты солнечными панелями для подзарядки дрона. Пара установленных параллельно винтов вращается в противоположных направлениях вокруг общей оси со скоростью порядка 2300-2900 оборотов в минуту. Для сравнения, земные вертолеты совершают 500 оборотов в минуту. Отметились в этом году и земные роботы. Так, Carbon Robotics представила робота для уничтожения сорняков лазером. Автономный робот использует компьютерное зрение, мощную систему освещения, позволяющую роботу в любое время суток точно опознавать сорняки, а также 8-15-ваттных лазеров на углекислом газе. За день робот пропалывает 6,5 гектаров. В Австралии проводят испытания робота для сбора яблок. Робот использует сочетание камер и алгоритмов глубокого обучения для сканирования деревьев и обнаружения фруктов, что требует от него обработки информации об их форме, ориентации и расположении ветвей. Робот захватывает яблоки с помощью специально разработанного мягкого захвата с пневматическим приводом, не травмирующим фрукты. Захват может извлекать более 85% всех яблок на дереве, а сам робот может идентифицировать более 90% яблок в поле зрения своей камеры на расстоянии чуть более метра. Машина может работать при любом освещении и погодных условиях со скоростью 7 секунд на яблоко. Отметились в этом году и строительные роботы. Таких эффектных, как HRP-5P, правда, не появилось, но BowBot от австралийского стартапа Printstones тоже неплохо смотрится. Робот с электроприводом добирается до заданной цели на гусеницах повышенной проходимости со скоростью чуть более 3 км в час. Он может преодолевать лестницы и пороги, перевозить груз весом до 500 кг и работать 8 часов без подзарядки. Управлять BowBot можно с дисплея на роботе или со смартфона, а также задав точки на заранее составленной карте. Робот оснащен камерами, собственным освещением и роботизированной рукой с радиусом действия до 1 метра и допуском точности менее 1 миллиметра. Роборука сконструирована для работы с различным инструментом и может как завернуть шуруп или сварить металл, так и класть кирпич. В будущем, пройдя тысячи часов обучения в симуляции, робот сможет работать не только с человеком, но и с другими роботами, а человеку надо будет лишь наблюдать за строительством. Еще одним важнейшим открытием в робототехнике в этом году стали микроскопические роботы, способные стать медицинским инструментом. Роботы, созданные в Корнельском университете, имеют толщину около 5 микрон и ширину 40 микрон. Оборудованные ногами размером в несколько десятков атомов, они могут перемещаться с помощью лазерных импульсов и взаимодействовать напрямую с клетками человеческого тела. Роботы устойчивы к различной среде, включая экстремальную кислотность и температуры. Но самое важное, производить их быстро и достаточно просто. В теории они могут как заживлять раны, так и образовывать полимерные оболочки вокруг опухолей, не давая им расти. В одном выпуске невозможно охватить все изобретения и технологии будущего, уже разрабатываемые сегодня. Поэтому подписывайтесь на канал, включайте оповещения и не пропускайте новые видео. Субтитры создавал DimaTorzok